Судьба двух молодоженов даже стала рекламным роликом для федерального канала. Возможно вы уже слышали о Натали Ведениной и ее мужа Пауле Габриэле Сюгуни Аджае, который оказался на 18 лет моложе ее. Для тех кто их не знает, я хотел бы кратко напомнить их историю. Начнем с рассказа о главном герое Натали Веденина, зрелая женщина, которая жила в Череповце и работала медсестрой, чтобы достичь того, о чем мечтают многие женщины, а именно счастья. Она воспитала своих детей, которые давно покинули свой учий дом и уже создали свои собственные семьи. Ее отношения с мужем не сложились и они развелись. По совету подруги, Натали регистрируется на сайт «Знакомств», где знакомится со вторым главным героем Паулем Габриэлем, темнокожим мужчиной из Нигерии. Он мечтает найти родственную душу для серьезных отношений, создать семью и продолжить семейную линию. В Нигерии семья передавала титул короля от отца к сыну. Поэтому в поисках своей возлюбленной, принц также зарегистрировался на сайте «Знакомств», чтобы найти наиболее подходящую королеву, готовую родить ему сына. Натали и Паул связались по скайпу и встретились некоторое время спустя. Натали собрала свои последние деньги и уехали в Нигерию, чтобы найти свое счастье в чужой стране. Она познакомилась с родителями Паула и впервые увидела своего возлюбленного лично. Родители принца не сразу приняли старшую невесту своего сына, но отметили ее бережливость и доброту. Но для родителей Паула было главное, что их сын любит Наталью, поэтому они смирились и приняли ее в свою семью. 28 марта 2013 года Наталья и Паул официально поженились. После свадьбы молодожены переехали в Россию и стали там жить. Паул освоил новую профессию водителя трактора, но денег у них катастрофически не хватало, поэтому Наталья вернулась к своей прежней профессии медсестры. Однако работать она долго не смогла. Благодаря ЭКО в 2017 году родились два очаровательных ребенка, Дэвид и Даниил. Родители, Паул и Наталья, были на седьмом небе от счастья, но жизнь это зебра. Утомленный домашними делами и тяжелой работой, Паул решил отдохнуть и взять отпуск. Он поехал в ночной клуб и там произошло непредвиденное. Осенью 2018 года в клубе ему внезапно стало плохо и скорая помощь, к сожалению, не смогла спасти Паула от молниеносного сердечного приступа, который прервал его жизнь. Наталья оказалась наедине со своими очаровательными детьми, которые как две капли воды были похожи на мужчину, которого она любила. И хотя, как и в турецком сериале, конец мог быть печальным, но на этом история не закончилась. Вскоре после смерти Паула Наталья решает изменить свою жизнь, находит на том же сайте знакомств нового темнокожего друга Орландо. Он не был принцем, но работал полицейским. Среди прочего выясняется, что между ними, как и для Паула, существует разница в возрасте 18 лет. Онлайн отношения были привлекательны для женщины, которая уже не так молода. Она признала, что отдает предпочтение темнокожим мужчинам и не стеснялась заводить общение с людьми такого типажа. Однако, к сожалению, их отношения ухудшились, и в скором времени они расстались, не доведя дело до свадьбы. Наталья вела одинокую жизнь и воспитывала своих детей. Став взрослыми, дети Натальи отвернулись от своей матери после того, как она вышла замуж за Паула. После первого брака и приглашения на ТВ, она стала знаменитой, хотя и была финансово бедной. Благодаря передаче Малахова «Пусть говорят по федеральному телевидению», заботливые люди помогли ей, дав ей деньги и вещи. Ей даже предложили заключить контракт с ее детьми в качестве моделей для детской одежды. Однако Наталья решила подождать, пока ее дети немного подрастут. Говоря о личной жизни, еще один кандидат на руку и сердце нашей леди, стал белый мужчина из Новосибирска, который видел ее по телевизору и влюбился. Его зовут Федор, ему 27 лет, он кондуктор. И я думаю это совсем не конец нашей нашумевшей истории, и у нее еще есть продолжение, как в самой «Луче» мыльной опере. А пока я хотел бы пожелать ей крепкого здоровья и настоящего счастья как женщине, хотя я думаю она его уже нашла в 2017 году, когда родила двух очаровательных малышей. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.